Кап-ремонт вокзальной площади продолжается. Несмотря на непогоду, работа кипит. Сейчас подрядчик приступил ко второму этапу реконструкции. Уже выполнена добрая половина земляных работ. На сегодняшний день отработаны три участка. То есть участок непосредственно у памятника, участок у железнодорожного вокзала и у храма. Сейчас начали отработку последнего участка непосредственно пути троллейбуса. Троллейбуса сейчас непосредственно ходит по другому маршруту, поэтому сейчас данный участок будет раскапываться. Общая стоимость работ более 100 миллионов рублей. 50 из областного, остальное из городского бюджета. По планам обновленная площадь будет удобной и для водителей, и для пешеходов. Схема движения общественного и личного транспорта, а также распределение пешеходных зон тщательно продумана. Между зоной благоустройства и церковью имеется место, где будет разворотное кольцо. Я напомню, у нас проектом предусмотрено разделение потоков троллейбусов и автобусов. Троллейбусное кольцо в одном месте, межмуниципальные автобусы будут на специально отведенной парковке. Также предусмотрено порядка 150 парковочных мест для автомобилей. В зону производства работ попадают подземные и наземные коммуникации. Сейчас отремонтирована ливневка, частично сделана линия наружного освещения. Продолжают устанавливать поребрики. Переустройству подлежит контактная сеть троллейбусов. На самом деле есть определенные сложности. Во-первых, погода, да, всю неделю льют дожди. Это первое. И второй момент, есть скопление, большое скопление транспорта. То есть, начиная от муниципальных автобусов, заканчивая таксистами и просто горожанами. Поэтому, в нашем понимании, от трех до четырех недель мы планируем основные работы закончить. Все зависит от небесной канцелярии. После остается сделать чистовые работы. Они, как обещают специалисты, пойдут намного быстрее. Обновленную площадь жители должны увидеть уже в начале декабря. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.